Здравствуйте, друзья! Записываем еще одно видео, новое. Теперь оно будет разделено на несколько частей по правилам чтения. Начнем с тех букв, которые в конце слова не читаются. Это буквы E, B, T, D, Z, S и P. И давайте прочтем слова-примеры. Une rose, роза. Un nid, гнездо. Un nœud, узел. Un nœud, нос. Un chat, кот. Du poulet, курятина. Un bouquet, букет. Un paquet, посылка. Un robot, робот. Un mot, слово. Le climat, климат. Un chaise, стул. Du plomb, свинец. Le froid, холод. Le chaud, тепло. Second, второй. Jamais, никогда. Le drap, простыня. Le cu. Одно из значений это удар. Le loup, волк. Le sirop, сироп. Trop, слишком. Еще раз читаем. Повторяйте за мной. Une rose, un nid, un nœud, un nœud, un nœud, un chat, du poulet, un bouquet, un paquet, un robot, un mot, le climat. Une chaise. Du plomb. Le froid. Le chaud. Second, jamais. Le drap. Le cou. Le loup. Le sirop. Trop. Oh. Et voilà. Это у нас были слова, которые читаются по правилам. И давайте посмотрим слова, которые этому правилу не подчиняются. То есть они читаются на конце. Что хочется сказать? В языке не всегда все логично. Язык – это люди. Вот мы с вами не всегда логично говорим. Так что ничего страшного, что бывают иногда исключения. А во-вторых, слова бывают заимствуются. То есть читаются уже не по правилам языка, в котором они появились. О него. Сначала, вот это как раз-таки не, это все по правилам. Когда просто у нас какие-то слова стоят, и там это «e» стоит в служебных, например, в артикле, конечно же, она будет читаться. Давайте прочтем. Le. Определенный артикль читается, даже если она и конечная. Дальше. Местоимение. Мне. Меня. Читается. С. Тоже местоимение или прилагательное, указательное. Это. С. Тоже читается. Дальше. Предлог. Д. Читается. Именно «e». Губы вот так нужно округлить. «e». В зависимости от функции в предложении читается. И «se» – это возвратное местоимение, тоже читается. Давайте все прочтем. Губки округляем. «le», «me», «se», «de», «te», «ne», «que», «se». И смотрите дальше. Есть такое слово «le but» или «le but». «Celle» или, например, «go». «Voilà». И так, и так могут произнести. То есть и по правилам «le but», но, наверное, им кажется, что это очень маленькое слово. Еще «te» некоторые произносят. Не некоторые, а вот 50 на 50. «le but», «le but». «celle» или «go». Запомните. Два варианта произнесения, чтения и voilà. Ensuite. Еще слова, где читается «s» на конце. «le cassisse». «le cassisse» – это или черная смородина, или напиток такой, ликер из черной смородины. Ensuite. «mette» – «z» читается на конце. Это город во Франции. «mette». Ensuite. Слово «ananas». Во французском, часто французском, не произносят. Например, в Канаде чаще произносят. Так что, опять же, два варианта можете услышать. «le nana», «le nana», «le nana», «sa». «ensuite», слово интересное «consensus». Во-первых, там в серединке очень внимательно нужно быть, потому что многие произносят «le consensus». То есть вот «en» произносят как «a» на «совой». Но правильно было бы «le consensus», как словарь дает. Но часто вы слышите «le consensus». И «s» на конце читается. Дальше. «le processus» – процесс какой-то ход действия. «le processus» – «s» читается. «l'infarctus». «s» тоже на конце читается. «Et voilà», давайте все прочтем. «le cassis», «mets», «l'ananas», «le consensus», «le consensus», «le processus», «l'infarctus». «et voilà» – это не все слова-исключения, но они есть. Главное, что их не так много. Читайте по правилу все слова, которые исключительны, и вы всегда заметите, почему не так. Обращайте внимание, как люди произносят, и постепенно всему научитесь. Правило все равно доминирует. «Vuala». Продолжение следует...